ахой комрады с вами муромец и сейчас мы поговорим о таком сериале как игра в кальмара хайп уже спал все бурные обсуждения стихли а пыль улегалась самое время мне что-то ляпнуть для раскрутки канала на самом деле нет посмотрел я данное с позволения сказать произведение кинематографа и не понял откуда столько шума возникло начнем с того что азиаты любят снимать подобного рода фильмы где люди играют в дебильные игры на выживание это не первый фильм такого рода впервые с подобным лично я столкнулся 20 лишним лет назад это была королевская битва нынче целый жанр игр на ее основе тогда на мою молодую и не окрепшую психику фильма произвел большое впечатление это сейчас нынешняя молодежь кипятком писать с голодных игр от которых я осилил только первый фильм да и то из-за того что был в кинотеатре и жалко было денег так бы выключила забыл как страшный сон больше всего бесил вечно бухой оператор с трясущимися руками не знаю куда ушел весь толстый бюджет фильма но похоже на стойку для камеры не хватило поэтому приходилось в каждом крупном плане лицезреть похмельный тремор в руках снимающего ну и вся картина в том же духе такое ощущение что и сценарий писался наркоманами которые не приходили сознание и актеры и декорации все выглядит максимально убого пока вы еще во внимание самое время интерактива под видео есть загадочные кнопочки которые необходимо нажимать прокачиваем силу пальцев вдруг грянет война против всего плохого за все хорошее а пальцы не прокачаны ну и главное комментарии тренируем остроумие вдруг в интернете кто-то не прав а диванный воин не тренировался но возвращаясь к теме разговора игру в кальмара позиционирует как фильм обличающий несправедливость и социальное неравенство и автор картины хван дон хек об этом сам говорит мол это аллегория или басня к современному капиталистическому обществу некоторые сравнивают фильм с предшествующим на минуточку оскароносным фильмом паразиты уже от другого автора пон джун хо можно подумать их имена кому-то что-то говорят и хоть капельку интересно но тем не менее этот же оскароносный автор снял фильм сквозь снег с хорошими голливудскими актерами кстати сквозь снег посмотрел случайно услышал монолог одного из персонажей фильма про шляпу и ботинок из чужого ноутбука и это прям заставило посмотреть весь фильм ну и главной деталь тут будет наверное оба автора из южной кореи той страны что является одной из витрин капитализма мы же думаем что там все живут хорошо и отлично а такие странные обличительные фильмы снимают а надо сказать что не только корейцы отметились на данном поприще есть испанский фильм платформа 2019 года который недвусмысленно намекает на неравенство в обществе меня там огорчила концовка она прям как вот рассуждение ребенка вот честное слово и вот я перечислил кучу фильмов которые объединяет проблематика социального неравенства и во всех этих фильмах на мой не профессиональный взгляд есть проблемы основная проблема в том что буржуазные авторы видят эту проблематику но абсолютно не представляют возможный способ ее решения иногда им непонятны корни сложившейся ситуации как в случае с игрой кальмара я сделал такой вывод потому что у меня вызвало вопросы подноготные действующих лиц сериала там практически нет ни одного положительного персонажа я там мог сопереживать только девушки из северной кореи у тебя хотя бы с мотивацией все понятно она бежала из своей страны в новой стране у нее никаких перспектив и возможностей ничего удивительного что она связала с криминалом тем более что ей нужна была огромная сумма денег для вызволения матери и помощи брату то есть человек реально поставлен в условия когда выбора нет остальные же по большей части не вызывают никакого сочувствия вот взять главного героя он сидит на шее престарелой матери и вместо того чтобы ей помогать мешает тратит ее деньги на скачках даже если удается где-то деньги достать то тратит их на сигареты и пиво вместо того чтобы купить что-то полезное он даже со своим ребенком ведет себя не слишком хорошо постоянно обманывает и не выполняет обещания та же история про гордость их района единственного поступившего в сеульский университет вроде как вырвался из нищеты и должен теперь жить отлично но нет он занимается финансовыми махинациями и мошенничеством ну прям образец для подражания как вишенка на торте оба этих персонажа заложили имущество своих родителей чтобы получить больше долгов уж не знаю какими надо быть ублюдками чтобы продать родную мать ну а на самих играх они вели себя не лучше предавали обманывали убивали ну вот какое сочувствие они у меня могут вызвать меня все серии не покидало ощущение что они заслужили все свои несчастья другое дело если бы герои действительно были положительными это было сделать не трудно причем зачатки этого видны в главном герое если бы он не был заядлым игроманом просравшим мамину медицинскую страховку на скачках а действительно порядочным человеком вставшим перед выбором потерять всех дорогих ему людей или риском для жизни тут уже было бы все гораздо драматичнее ему бы постоянно пришлось делать моральный выбор и это не смотрелось бы так искусственно как получилось поясню там есть момент где он обманывает старика ради выживания авторы хотят показать его моральные терзания в этот момент меня вообще не зацепило этот человек только недавно лишил медицинской помощи свою мать что ему какой-то незнакомый старик к слову то что его мать умрет в результате таких действий уже было понятно к моменту с этим стариком ну и вот все драматургии оказалось высосано из пальца ну а в конце что мы видим в конце сезона главный герой опять обманывает своего ребенка и возвращается в игру зачем спрашивается чтобы отомстить за свои моральные терзания бедняжка расстроился он не пытается бороться системой которая вынудила его участвовать в этих играх он идет мстить организатором игр внимание вопрос а какой классовой борьбе идет речь вот весь хайп вокруг этого сериала сводится к этому все в том числе и автор говорят о неравенстве классовой борьбе и тому подобному вот объясните мне где там эта борьба в пьяные драки бомжей больше борьбы чем в этом фильме там единственный персонаж с претензией на униженный рабочий класс это пакистанец на такое он там сверх противоречивый начнем с того что он положительный настолько что откровенно глупый то есть его по фильму все обманывают сначала работодатель потом друзья по несчастью ну и он ведет себя откровенно странно украл деньги у своего начальника причинил ему тяжкий вред здоровью в процессе при куче свидетелей потом отдал деньги семье и пошел самоубиваться в детские игры на потеху престарелых богатеев причем он доверчивый аки вчера родился ну тут явно проблемы с соображалкой на лицо его семья явно далеко с украденными деньгами не убежит их скорее всего на первой же таможне заластают то есть он им точно не помог своей жертвой сам он непонятно на что надеялся возвращаясь в игру мотивация неясна если бы он боялся за семью и хотел им добра то по идее должен был организовать им побег из страны проследить за этим деньги же он добыл ну а сама история его классовой борьбы чувак эксплуатировался как гастарбайтер по итогу его кинули на оплате труда плюс он получил производственную травму по идее классика жанра но вот что было дальше дальше он пошел играть в деньги или жизнь где его в расход пустил его же товарищ офигенная классовая борьба какого класса с каким вот только вопрос и вообще большинство персонажей фильма даже не задумались о том что им могут эти богатства по итогу игры и не дать ну то есть какие гарантии что победителя не сольют в конце со всеми остальными почему все воспринимается на веру и это среди людей которые сами обманывают друг друга направо и налево у них с доверием должно быть очень туго ну и продолжая список несуразности в фильме есть тупой полицейский который влез в историю никому не сказав ходил весь фильм под прикрытием как лунатик и практически ни у кого к нему не возникало вопросов потом его слили и вся его ветка истории закончилась ничем никто в целой стране не замечает пропажи такого огромного количества людей странные колонны фургонов колесящих по улице строительство такого некислого бункера с аттракционами для богатых и армии обслуги задействованы в мероприятии спишем это на условность аллегории или басни ну или как там еще автор себе это нафантазировал еще в фильме несколько раз звучит тезис что все игроки равны мол хотя бы тут в их жизни наступит социальное равенство автор такое ощущение что нас троллит в чем там это равенство выражалось в том как им специально выдали меньше еды чтобы голодные сильные убили слабых я может чет не понимаю но социальное равенство себе не так представлял фильм неоднозначный посмотрел его чисто как культурное явление о котором все говорят к слову чернобыль не смог осилить хотя картина также хайповала в свое время ну вот серьезно в том же фильме про бэтмена темный рыцарь из социальной повестки больше чем в этом сериале посудите сами богатый избалованный мальчик ради удовольствия выбивает дерьмо кулаками из населения местного города которая опустилась до бандитизма из-за жуткой социальной среды которую он же сам и породил приумножая свое богатство и не меняя систему Джокер в ходе фильма ему на это кстати намекает но тот нифига не понял конечно в общем смотрите хорошие фильмы пишите мне комментарии жамкайте мне по кнопочкам под видео всем добра всем пока увидимся на полях сражений и